Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают В нашей студии сегодня будет тот, кто точно всегда с нами В фильмах 60-х, в знаменитых песнях и, конечно же, в стихах Я шагаю по Москве, как шагают по доске Что такое? Сквер направо и налево тоже сквер Здесь когда-то Пушкин жил Пушкин с Вяземским дружил Горевал лежал в постели, говорил, что он простыл Кто он? Я не знаю кто, а, скорее всего, никто У подъезда на скамейке человек сидит в пальто Человек он пожилой, на Арбате дом жилой В доме летняя еда, а на улице среда Переходит в понедельник безо всякого труда Голова моя пуста, как пустынные места Я куда-то улетаю, словно дерево с листа Заметили? Не лист с дерева, а дерево с листа Кто так мог улетать? Геннадий Шпаликов, конечно Поэт и сценарист Герой моей сегодняшней легенды Фильм «Я шагаю по Москве» Стихи к песне Шпаликова Сценарий Шпаликова Душа тоже Шпаликова Я не умоляю заслуг режиссера Георгия Данелий Но душа в фильме все-таки Шпаликова С идеей вот этой сцены Сценарист пришел к режиссеру Эта сцена определила настроение всего фильма Много лет прошло За эти годы Геннадий Шпаликов Стал фигурой полумифической О нем сочиняют истории, которых могло и не быть Все его любили и никто толком не знал Будто и не человек был, а оптический эффект Энергетический импульс, коллективная галлюцинация Спрашивается, откуда у импульса биография? И все-таки она есть Из автобиографии Геннадия Шпаликова Написанной при поступлении в АВГИК Я, Шпаликов Геннадий Федорович Родился в сентябре 37-го В городе Сегеже, Карело-Финской ССР Где мой отец, Шпаликов Федор Григорьевич Строил Сегежский бумажно-целлюлозный комбинат Федор Шпаликов был военным инженером Он погиб в 44-м при освобождении Польши Геннадия растила мать Гена был у нее ранним ребенком Мать часто говорила, что когда сын вырастет Они будут танцевать вместе Молодой офицер и его мать Которую все станут принимать за сестру То, что мальчик будет военным Разумелось само собой В 47-м Как сын погибшего офицера Шпаликов был направлен в Киевское Суворовское училище В январе 56-го На батальонных учениях Шпаликов повредил колено И был признан комиссией Негодным для дальнейшей службы Поводок лопнул Геннадий остался один на один Со своим призванием Я родился писателем по влечению Напишет он незадолго до смерти Тогда почему институт кинематографии? Ну, сами посудите Особая атмосфера Чувство сопричастности к таинству И самое главное Девушке с актерского факультета Устоять было невозможно Шпаликов совершенно точно попал в родную стихию Он сразу стал душой компании Теперь ни одно застолье не обходилось без Геннадия И его стихов, песен И розыгрышей Возле доски объявлений Несколько человек Голоса совсем спокойные Шпаликов Повесился? Не кинематографично Лучше бы с моста или под поезд И вообще Ничего оригинального Можете выдохнуть Обсуждают студенческую работу Шпаликова Где он описал собственное самоубийство За эту работу студенту влетело от мастера Что за спекуляция на тему суицида? Вот самоубийца Эрдмана Острая социальная сатира А здесь Повеселились у гроба товарища Скинулись на поминки Инфантилизм Пора взрослеть, Шпаликов Пора взрослеть! А теперь небольшое отступление Немного о быте В 61-м Шпаликов с женой Сценаристом Натальей Рязанцевой Въехал в коммунальную квартиру На Арбате Порядки, которые он принес с собой Шокировали местных пожилых дам И чтобы обуздать стихию Драматурга включили В график уборки санузла Эту проблему Шпаликов решил творчески Однажды в квартире Раздался телефонный звонок И сосед услышал в трубке Чудовищный английский акцент Передайте господину Шпаликову Что он номинирован На Нобелевскую премию По литературе Его ждут в Стокгон Через неделю Имя Шпаликова Из списка на двери общественного места Тут же торжественно вычеркнули Все же понимают Чем не пристало заниматься Будущему Нобелевскому лауреату Когда Геннадий был разоблачен Репрессий не последовало Но фамилия в список вернулась Впрочем, в каждой шутке Есть доля правды Новость о том, что Шпаликов Сотрудничает с Марленом Хуксеевым В узких кругах произвела фурор Не меньше, чем Нобелевская премия У пожилых дам из коммуналки Ведь Хуксеев тогда гремел На него равнялись А он в помощь себе выбрал Студента Здравствуйте Мама, помочь тебе? Иди-иди, а ты опоздаешь Ну я побегу Итак, картина застава Ильича Именно о ней речь Первый фильм так называемой Эпохи оттепели Сценарий не драматургичен В нем нет столкновений и конфликтов Атмосфера в этом фильме Первомейский праздник Поэтический вечер в политехническом Есть содержание, а не обрамление Суть, а не форма В первую очередь Это, конечно же, фильм Хуцеева Тема отца Вопрос А есть ли что-нибудь важное в этой жизни Это все Хуцеев Что же привнес Шпаликов? Я бы сказал, что ироническую интонацию Зыбкий, воздушный диалог Легкость, которая так блестяще Дополняла и оттеняла Серьезность Хуцеева Ну, разоружение? Разоружение Польемся в мирный сонидательный труд Польемся Прощайте, ребята Руслан, ну что там мелькать? Ну как тут у вас? Что нового-то? Ну все новости у Славки Он у нас отец, семьянин Тамовладелец, правда Слав? Правда, вот голод получил Ммм, врастаешь быт Врастает Со страшной силой врастает Вон брак купил Торшер, теперь его ничем не остановишь Стяжатель Накопитель Кобсек Завистники А почему бы нам, одиноким молодым людям Не позавидовать чужому семейному счастью? А вы своим обзаводите? Как произвел? Замирное сосуществование Ну вот, лишают права собственного Замирное сосуществование Которое может еще сделать нас семейными людьми Пропустим Слушай, Слава, никогда не думал, что ты против мирного сосуществования Да я-то не против Пропустим У Хуциева со Шпаликовым сложились непростые отношения По мнению Марлена Мартыныча Шпаликов слишком быстро перешел на «ты» Начал наглеть Более того, Геннадий вечно куда-то пропадал На день На неделю Никита Сергеевич Хрущев, посмотрев фильм «Застава Ильича» Сравнил его с идеологической диверсией Что это такое? Три парня и девушка шляются, понятие, по городу и ничего не делают А ведь какое название обязывающее? «Застава Ильича» Короче говоря, нужны были переделки Бесконечные поправки и переделки Хуциев был опустошен Надо было снова садиться за сценарий Но прежде Прежде нужно было найти пропавшего сценариста Хуциев расставил дозоры Устроил засады и возглавил поисковые мероприятия Искали Шпаликова Нужно было срочно поменять полсценария Причем уже в третий раз Хуциев нервничал Не спал ночами и был страшно зол С другой стороны, Шпаликова тоже можно понять Он уже все это написал один раз Легко и непринужденно Как можно написать это же Так же легко и непринужденно? А? А еще и в третий раз Поэтому Шпаликов прятался от Хуциева И скрывался Он объявлял себя больным Не отвечал на телефонные звонки Одним словом Ушел в подполье Потом блудный сын вернулся Кончились деньги Замучила совесть Студенческий экспериментальный брак Шпаликова с Рязанцевой распался Причина Шпаликов слишком часто что-то отмечал Ну что ж Любовь не синоним счастья Хотя когда Шпаликов встретил актрису Инну Гулая Казалось иначе Они составили эффектную пару Он дерзкий, общительный Она закрытая, упрямая Гена Шпаликов гений Не представляю, как вести себя с ним Признавалась Гулая в начале их романа Никто не представлял Шпаликов был непредсказуем Рождение дочери в прямом и переносном смысле Отрезвило Шпаликова К тому же полным ходом шла работа Над сценарием к фильму Я шагаю по Москве То есть везение продолжалось И жизнь налаживалась во всех аспектах Ну, почти во всех Песня рождалась в муках Мучился Шпаликов У него опять не было денег Поэтому он и пошел на площадь Маяковского Потому что знал, что там сейчас Данелия снимает сцену Вечер засыпают памятники Группа фильма только что получила аванс Поэтому деньги в группе точно есть Это же шах и мат Площадь Маяковского Интенсивное движение машин Шум Слышно очень плохо Георгий Данелия взял мегафон Говорю слова к песне Пока сочиняй Кричал Данелия в мегафон Я уже сочинил Что? Сочинил, говорю Я шагаю по Москве Как шагают по доске Не пойдет Это твои старые стихи Меня не обманешь Если не сочинишь Никакого ресторана У тебя есть время Пока Вадим снимает памятник Понял? Давай Вечер Засыпают памятники А двое ненормальных Кричат какую-то чушь Один с крыши Другой с тротуара Сочинил вдруг Заорал снизу Шпаликов Потом его уже было не остановить И если бы съемки длились дольше Куплетов могло быть не три А четыре или пять Бывает все на свете хорошо В чем дело Сразу не поймешь А просто летний дождь прошел Нормальный летний дождь Бегнет в толпе Знакомое лицо Веселые глаза А в них бежит садовое кольцо А в них блестит садовое кольцо И летняя гроза А я иду, шагаю по Москве Но в жизни я пройду Молодой человек! Ты чего кричишь? Я пою В воскресенье Шпаликов приехал на дачу к товарищу С которым они только что закончили работу Вся семья была рада Но Гена нельзя было не любить Собрались, естественно, в таком случае К застолью Но Геннадий исчез Его начали искать И вдруг услышали непонятный звон Детские возгласы То ли радостные, то ли испуганные То ли индейские клики Ничего не понятно Что происходит? Оказывается, Шпаликов, не сказав никому Решил поиграть с детьми в индейцев Он собрал со всей дачи будильники Завел их И спрятал в ямках или под хворостом Прилагая к каждой ямке Бижутерию Украденную у женщин А детям, двум маленьким девочкам Нужно было все это богатство найти Скрыть от бледнолицых И принести ему Вождю краснокожих Поторопитесь, через час закрываем На Ленфильме Шпаликова приняли С распростертыми объятиями Неудивительно Самый молодой и самый известный Советский сценарист Шпаликов сам берется за постановку Своего сценария Долгая счастливая жизнь Главная роль написана специально для актрисы Инны Гулая Ставшей к тому времени Женой Шпаликова И вот еще что я вам скажу Этот фильм Даже не про видение А скорее реальное осознание Невозможности Той самой долгой и счастливой жизни Режиссер из Шпаликова вышел Своеобразный Допустим он раздражался Когда его отвлекали по мелочам Вроде фасона платья для героини Или особенности построения мизансцены Сценарист не отвечает на дурацкие вопросы А почему режиссер должен? Какая плохая профессия режиссер? При слове смета Шпаликов покрывался красными пятнами В фильме нет строгого сюжета Четкого рисунка характеров Здесь важно изменение состояния героев Актерам Инни Гулая и Кириллу Лаврову Была предоставлена полная творческая свобода Итак, геолог Виктор Предлагает девушке Лене Долгую и счастливую жизнь Которая по его идее Должна продлиться не более ночи Люди постоянно теряют друг друга Только потому что они Разучились говорить простыми словами Им не нужны простые слова Даже слишком В самый раз Однако ночь не случается Может ко мне пойдем, а? Сейчас? Что ты? Утро отрезвляет Я к тебе приду Вас спрашивают? Я сплю К вам пришли Утром девушка Лена Приходит к геологу Виктору В поисках той самой Долгой и счастливой жизни Чего ждать? Разрешено Но ночь прошла В контексте фильма Прошла и жизнь Лизонька Пойди, пожалуйста, к тете И попроси, чтобы она поставила Вот эту пластинку Помнишь, мы с тобой слышали Про гармошку? Помню Пойди попроси Шпаликов Шпаликов возлагал на картину Большие надежды Напрасно Публика голосовала Против нее Ногами Да и критики Изощрялись в остроумии Ты играешь на гармошке? Нет Зато долгая счастливая жизнь Имела успех за рубежом Великий Антониони Увидел в фильме Свою фирменную Некоммуникабельность чувств Показанную просто И лаконично Говорят, выходя из кинозала Антониони потрясенно воскликнул Я бы так снять не смог Научить на гармошке играть В духу три свои забивать Научить на гармошке играть В том же 66-м В прокате стартует фильм Я родом из детства Режиссер Виктор Тур Автор сценария Геннадий Шпаликов Картина признается лучшей лентой За всю историю белорусского кино На этом удача Шпаликова Заканчивается Из десятка сценариев Написанных им к началу 70-х Экранизируют только два Что произошло? Когда в опале оказался Виктор Некрасов Автор романа В окопах Сталинграда И близкий друг Шпаликова Тот бросился помогать Некрасова не печатали Жить было не на что И Геннадий отдал ему аванс За один из своих будущих фильмов Узнали об этом сразу Картину закрыли А Шпаликова внесли В черный список На этом фоне Обостряются проблемы Драматурга с алкоголем По-моему, он до конца Не верил, что с ним Может произойти Что-то по-настоящему плохое Он лежит уже ничей В ожидании речей Хорошо ему в почете Жалко ноги протянул Говорю ему Привет, ты туда? А я в буфет В письме к другу он пишет в это время Я мог бы прекрасно жить На прежних достижениях Но это, как ее Новая советская волна Все это дешевка И вот в конце письма Прости, что я пишу Все про себя Да про работу Но больше ничего не осталось Может быть, осталась совесть Но это всего лишь Только слово В конце концов Он уходит из дома В никуда Заканчивает свою долгую Счастливую жизнь С Инной Гулаем Что ж, вполне закономерно Его излюбленная тема В 70-е Хорошие, добрые Но невыносимые Друг для друга люди И вот он ночует У знакомых Или на вокзале Днем читает газеты На лавочке И сочиняет Днем 1-го ноября 74-го Шпаликов Присутствовал На открытии Мемориальной доски На могиле Михаила Рома Попытался выступить с речью Не разрешили После траурного митинга Шпаликов Уехал в Переделкино И реализовал Свой самый первый Сценарий Повесился Что послужило поводом? Обида? Приступ отчаяния? Любопытство? Наверное, все вместе В комнате, кроме тела Нашли листок со стихами Все прощания В одиночку Напоследок Не верещать Завещаю вам Только дочку Больше нечего Завещать В тот день Покончил с собой Глубоко разочарованный В жизни Одинокий И непонятый человек А балагур Всеобщей любимицы Весельчак Геннадий Шпаликов Остался жить Где-то в шестидесятых Где-то там На черно-белой пленке И в наших с вами Сердцах В виде энергетического Импульса Дыхания Души В одном из ранних стихотворений Шпаликов написал Даже без рук и ног И с пустотой впереди Я б добровольцем не смог В небытие уйти Не знаю Вспомнил ли он эти строчки тогда Первого ноября Не знаю Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok